Рада вас приветствовать и с удовольствием представляю сегодняшнюю лекцию, которая посвящена преподаванию физики в 5-6 классах. Меня зовут Мартемьянова Татьяна Юрьевна, я член жюри заключительного этапа Всероссийской Олимпиады, заключительного этапа Олимпиады Максвелла, Международной Олимпиады Всеармейской по инженерным наукам, член жюри АЕПХА и руковожу городским физическим центром в городе Санкт-Петербург. Ну и вот, собственно, сегодняшнее занятие, наша лекция будет состоять из двух частей. Первая часть я расскажу о том опыте преподавания преподаватического курса в 5-6 классах в нашем лицее и в кружках нашего лицея. А вторая часть будет подготовительная к тому практическому семинару, который пройдет у нас по расписанию в зеленом зале нашей библиотеки. Исследования показали, что пик познавательной активности учащихся приходится как раз на 5-6 класс школы. В этом возрасте дети уже знают окружающий мир, у них есть программа образовательная, и они способны сами наблюдать и пытаться ответить на интересующие их вопросы о тех явлениях окружающего мира, которые вокруг них происходят. И вот здесь мы сталкиваемся с таким противоречием. Дело в том, что дети тянутся к знаниям, и вроде бы в современном информационном обществе, в которое они погружены, они должны быть осведомлены абсолютно обо всем. И вот сразу все схватывать, и сразу все знать. Происходит нечто непонятное, и что и произошло, что подвигло нас к созданию этого курса. Приведу такой пример. Вот я работаю в школе городского набора. У нас конкурс большой в 5-й класс. Доходит до 10 человек на место. То есть можно сказать, что мы отбираем одних из лучших детей в нашем городе. Таких сильных школ городского набора у нас несколько. И вот мы участвуем в этом конкурсе, дети участвуют в этом конкурсе. И вот они 5-й, 6-й класс по программе проходят. В 7-м классе мы с ними проходим тему «Сила Архимеда». И все как по программе положено. Плотность меньше плавает, плотность больше тонет. В конце урока обобщающий вопрос контрольный. А дети, а лед плавает или тонет? И дети после всех объяснений говорят, что тонет. Почему, спрашиваешь их? Они отвечают. Ну так воздух, вода и твердое тело. Твердое в жидком тонет, жидкое в воздухе. Все же логично, отвечают они. На немое изумление. А Петербург на Неве стоит. Дети, вы же видели? Ледостав, ледоход. Вот у нас судоходство летнее на Неве. Мосты разводятся, а зимой не разводятся. Да, говорят дети. А по природоведению вам же рассказывали про то, как озера замерзают зимой. Да, говорят дети. А из холодильника вы лед доставали замороженный? Вот летом там водичку со льдом. Да, говорят дети. Так что делает лед? Ну там-то он плавает. А вот этот лед из задачи, он по-всякому себя ведет. В общем, мораль этой истории такова, что, несмотря на то, что дети погружены вот в потоке информации, они себя в этот мир, вот в возрасте седьмого класса, не встроили. Они ощущают себя совершенно отдельно. Они себя не соизмерили с этим миром. Хотя, в общем-то, начиная с детского сада, понаблюдали природу, в пятом-шестом классе окружающий мир, вроде все уже должно состояться. Оказывается, нет. Оказывается, что вот очень хорошая вещь, цифровые технологии, имеет оборотную сторону. То, что дети, они оказываются оторваны от реальности. То, что в компьютерной игре можно нажать на кнопку, и ты раз и взлетел до Луны, позволяет им думать, что и в жизни происходит так же, к сожалению. Вот. В результате, вот мы придумали такой курс. Курс для пятого-шестого класса, он не заменяет собой курс физики. Он является преподектическим. То есть он подготавливает детей для систематического изучения физики седьмого класса. Кроме того, в нем мы знакомим детей со всеми основными физическими явлениями, которые есть, но делаем это через решение качественных задач. Задания подобраны тематически, и задания тщательно выстроены так, чтобы ребенок, выполняя одно задание другим, научился наблюдать явление, подмечать главное, делать выводы и обнаруживать закономерности, которые в этом явлении есть. Таким образом, вот этот курс, он направлен скорее на то, чтобы пробудить интерес у ребенка к изучению предмета в дальнейшем. Первый соблазн, который у нас был, придумывая этот курс, опрокинуть отдельные главы седьмого-восьмого класса в курс пятого-шестого. Первая проблема, с которой мы столкнулись, любой здравомыслящий человек должен ответить на вопрос, а математика-то за этим какая будет стоять? Ведь ни одной задачи ребенок решить не сможет с пониманием того, как это нужно делать. Ведь математический аппарат к пятому-шестому классу не содержит в себе даже дробей. Ну вот, если они идут по Виленке, значит, там будут обыкновенные дроби, если они идут по Никольскому, у них будут десятичные дроби. Теперь у нас еще даже возможность есть столкнуться тем, что ребенок перешел из школы в школу и два раза прошел сначала обыкновенные дроби и ни разу десятичные, а потом два раза десятичные и ни один раз обыкновенные. Но это не наша проблема, проблема математического образования. Ну а проблема-то по физике. Что мы им предложим решить? А практически ничего. А для того, чтобы решать задачу, пользуясь математическим аппаратом, для этого должно сформироваться возрастное абстрактное мышление. Над которым математики постепенно и работают. Они от конкретных примеров переходят к абстракциям и затем переводят весь язык конкретный на язык абстракции, а дальше достраивают такую абстракцию, которой нет даже в реальном мире. И пользуются этим аппаратом. Второй вопрос, на который любой здравомыслящий человек должен был ответить. Ну хорошо, пройдем мы отдельные темы. Даже наши дети будут преуспевать первые пару лет над всеми остальными на голову выше, потому что они нарешали механику какую-нибудь. Задачи на движение нарешали больше, чем математики. А дальше что? Хорошо, пройдем мы с ними все силы. А чем мы будем заниматься с ними в седьмом-восьмом классе? Программу-то никто не отменял. Ну что, будем с ними заново все это повторять? Смысла нет. Ведь у ребенка должны гореть глаза от открытия. Ну вот что, как он вообще? О, эффект вау такой. Надо же, как здорово. Вот когда он скажет, как здорово? Получается, что никогда. Потому что один раз это слишком рано, а потом это слишком поздно. Эффект вау не состоялся ни разу. И, в общем, такие курсы, прежде чем составить этот, я видела. И они существуют, они имеют право на существование, потому что задумки у авторов разные, идеи разные, имеют право на существование. Но понимая, что наши дети поступили в пятый класс, дальше будут учиться у нас и в седьмом, и в десятом, и в одиннадцатом, вот хотелось что-то такое, чтобы был эффект вау, был эффект открытия, но мы преследовали цели немножко другие. Мы бы хотели, чтобы на нашем курсе, вот в процессе обучения, ребенок бы, вот следуя феминологическому подходу, он бы научился выдвигать гипотезу, он бы научился проводить простой эксперимент, он бы научился наблюдать явления и выделять главные черты, вот главные свойства, признаки, а потом с помощью учителя делать вывод или даже самостоятельно. Вот какая основная цель. И вот весь курс, он поэтому и называется «Введение в физику». Мы не претендуем на физику. Он у нас включен как один час в программу за счет регионального компонента. Делится на две существенные части. Это измерения и физические явления. Раздел «Физические явления» охватывает все явления окружающего мира. Свет, звук, космос, механика, вещество, сила, электричество, магнетизм. А в разделе «Измерения» ребенок знакомится с основными приемами, правилами измерений и открывает для себя еще и какие-то свойства, связанные с метрикой нашего мира. Вот за счет темы измерения, которая разделена на две части. Один раз в пятом классе и потом продвигается в шестом, ребенок встраивает себя в окружающий мир. Вот один дециметр – это много или мало? Вот что можно соотнести с одним дециметром? Ширина ладони – дециметр. Вот, в среднем плюс-минус. Метр – это много или мало? Вот если от плеча до конца пальца, вот сейчас руку. Вот метр. Километр – много или мало? А сантиметр? Ну, ширина пальца – сантиметр. Вот. И таким образом на вопросы много, мало, сколько? Тысяча – это много? Тысяча чего тогда? Ребенок уже задает вопрос. В седьмом классе мы автоматически в качестве одного из результатов получаем способность ребенка задуматься над числовым ответом, который он получил в задаче. Вот тысяча километров в час для пешехода – рука остановится автоматически. От такого ответа. Вот. Миллиметр в час тоже не напишет. Потому что есть соразмеренность себя с окружающим миром. Кроме того, мы страиваем туда же вопросы о, ну, вот, если хотите, таким вот пафосным словом – здоровье, заберегающей технологии. Мы в конце темы «Свет» обязательно задаем вопрос детям. А скажите, пожалуйста, для чего и как надо беречь зрение? Вот когда ребенок, после того, как он познакомился, и то, как мы видим, и то, как мы с внешним миром взаимодействуем, и то, как разнообразные оптические явления, представленные в природе, он задумается, «Ах, да, у меня же вот одно средство получения оптической информации, ну, вот, через свет-то, глаза беречь». То же самое тема «Звук». Много разных интересных опытов с подручными материалами по теме «Звук», как и для чего нужно беречь уши и слух. И вот тогда эти вопросы становятся естественными. Ну, вот, наверное, тогда и предмет ОБЖ, если вот вопросы, естественно, встроены, например, в курс физики, он не настолько вот автономно важен, оказывается, потому что есть связь и понимание, что делаем и что из-за этого происходит. Следующий момент, что мне тоже очень нравится. То, что используются подручные материалы, которые есть у мамы на кухне или доступны в магазинах по невысоким ценам. Вот мы сегодня с вами будем на практике тему свет изучать вот по той же программе, по которой мы идем в пятом классе. И обнаружим, что, в общем, для того, чтобы произвести смешение цветов, аддитивное или субтрактивное, там много не надо. Картонка, фломастеры, кусочек пластилина, и все получается. То же самое вот эти пластиковые стаканчики, пластиковая посуда, она стоит копейки. То, что дети носят с собой из письменных принадлежностей, циркуль, карандаш, линейка у них всегда с собой, и, в общем-то, этого достаточно. Никакого специального оборудования мы никогда на этот предмет не выносим. А еще, что мне нравится, что ребенок, получив домашнее задание, он приходит к маме и говорит, мама, тут вот такое вот нужно. Мама говорит, сейчас будет. И у мамы есть на кухне и горох, и кастрюля, и мерный стакан. И таким образом вот это вот вовлечение семьи не в записывание домашнего задания за ребенком, а в том, чтобы поучаствовать и поинтересоваться, ну, а как это все происходит, мне кажется, это важно. Получается, что, ну, и получилось так, что сначала были рабочие листы, потом вот они сформировались в учебно-методическое пособие, которое в настоящий момент уже выдержало два издания, общий тираж полторы тысячи экземпляров. Ну, вот сейчас оно выглядит вот так. Несколько экземпляров я привезла с собой. Вот, можно будет приобрести по издательской цене. Вот я пущу вот на две колонки. Можно полистать, просматривать, пока весь остальной рассказ будет идти. Значит, всего два раздела, 56 занятий, 118 лабораторных практических заданий. Они не повторяют курс седьмого класса. Ни одно. И вот в этом-то и гордость. То есть они могут быть переформулированы. Многие переформулированы в виде игровых заданий. Например, в навесе рычага мы открываем с помощью трубочки для коктейля и обезьянок, которые повисают слева и справа от точки подвеса. Их можно двигать, их можно подвешивать в разных количествах. Таким образом, вот в такой игровой форме происходят занятия. Реактивное движение тоже в виде соревнования. У кого шарик летит дольше, протягивается тросик, и вот кто лучше запустит шар. И хочу на примере самого первого занятия в пятом классе показать, как вообще вся эта идея реализована. Основная идея, еще раз повторю, заключается в том, чтобы показать ребенку в такой ненавязчивой, естественной форме сам научный принцип познания, который заключается в том, что сначала мы подвигаем гипотезу, потом мы проверяем ее экспериментально. Если она подтверждается, мы с ней соглашаемся, а если нет, значит мы выстраиваем новую. И вот первое самое задание. Понятно, что есть вводная часть про то, что изучает физика, чему же посвящен этот предмет. Мы не стремимся дать заумных строгих определений в этом возрасте. Они не нужны. Нужно правильное понимание. Поэтому мне кажется, достаточно понимать, что физика отвечает на вопросы, что, от чего, почему, как, зачем и сколько, а потом в седьмом классе мы расскажем им, что физика это вот такая вот фундаментальная наука, которая изучает основные законы закономерности окружающего мира и служит фундаментом основных наук. До седьмого класса вот этого понимания вполне достаточно. Здесь вы все люди опытные. И расположить в правильном порядке эти этапы, конечно же, можете. Дети с этим тоже справляются. Удивляются на стрелочку 2. Но стрелочка номер 2 – это и подсказка, куда надо вернуться после того, как получен результат, если он не подтвердил гипотезу. И вот задание. Собственно, переходим. Все вы люди взрослые. Наверняка в жизни неоднократно использовали по прямому назначению горох. Обычный желтый горох, который продается у нас в пачках. Вот 900 грамм упаковочка. Давайте мы и с вами сыграем ту же игру, в которой мы играем дети. Вот первое же нужно гипотезу выдвинуть. Как вы думаете, сколько горошин в литровой банке? Вот если эту пачку пересыпать в литровую банку, вот будет ровно столько, как здесь на фотографии. Там чуть больше, чуть меньше. В общем, по горлышкам. Я прошу тех, кто знает ответ на этот вопрос. Не участвуйте, не спойлерите. Давайте сыграем с теми, кто ни разу не играл. Предлагайте. Это ни к чему не обязывает. Вообще ничего. Вообще ни к чему. Я бегу к доске. Сейчас, сейчас. Так, все ваши версии записываю. Итак, тысячи. Порядка десять четвертых. Десять, ну, то есть десять тысяч. Десять тысяч. Есть. Еще. Восемьсот. Хорошо. Еще. Пятьсот? Сто? Пятьсот. Ага. Тысяча шестьсот тридцать четыре. Так. Так, еще. Три с половиной. Тысяча, да? А половинки вы считаете за целые? Это мы обсудим. Это вопрос, вот закономерный вопрос. Вот как вот будем считать половинки. Так, но сейчас в целых числах выразим ответ. Нет, вы можете пять десятых, пожалуйста. Три тысячи пятьсот. Было? Нет? Было. Так. Три пятьсот. Еще. Пять тысяч. Еще. Нет, нет, никакого голосования. Вы свое число запомните. Те, кто пока что постеснялся, вы, наверное, примкните к тому, которое вам число ближе, либо назовите свое. Полторы тысячи, да? Нет, тысяча пятьсот. А может, вы точнее будете. Откуда же мы знаем? Вот здесь, видите, может, тридцать четыре нам помешает. Быть лидером. Еще варианты. Отечественный голос. Отечественный, да. Вот еще вопрос. Свежий урожай или годик полежал. Оказывается, важно. Да. Ну вот, начинается. Нет, нет, нет. Смотрите. Это история про то, чтобы предугадать. Понимаете, мы же в итоге хотим, чтобы к концу шестого класса ребенок встроился в окружающий мир. То есть какая-то вот правильная интуиция о том, много, мало, она бы сформировалась. И вот сейчас вот первый такой вот пробный шар запущен. Вот пробный выстрел. Две тысячи нету. Будет. Ну вот. А теперь что надо сделать? Проверить, конечно. Пересчитать. Ну вот. Значит, задание поставлено. Определить количество гороха в литровой банке. Вот этот горох, значит, демонстративно всыпан в банку. Выставлено всеобщее обозрение. И предположение. Ну вот. И первая проблема, которая заключается в том, что если вы начнете его пересчитывать, одна горошина, две, три, четыре, десять, пятнадцать, двадцать, вы считаете горох, сотая горошина, сто пятидесятая горошина, вы горох продолжаете считать, а количество гороха в банке не уменьшается. И вы понимаете, что эта затея многочасовая. Наперед скажу, что родители, которые вмешиваются в процесс подготовки домашнего задания, вот после первого же занятия, все-таки начинают прислушиваться к своим детям. Потому что дети от аналогичного задания на дом, посчитайте количество чего-нибудь. Некоторые дети предпочитают рис пересчитывать после этого. А мне родители потом рассказывают. Они пишут, как они делают. Мы их просим записать, подробно рассказать. И вот читаю такое повествование. Я вечером пришел, села вся семья. Мама, папа, бабушка, дедушка, старшая сестра, младший брат. И я тоже. И мы начали пересчитывать. Через два часа мы справились, написал ребенок. Ну, понятно, что речь-то идет об использовании меньшей меры. Конечно, вот в чем-то большом пересчитать мы быстро не сможем. Давайте использовать меньшую меру. Вот здесь стаканчик 100 миллилитров. И вот в одном стаканчике, работая в парах, дети быстро справляются. Получают ответ 450. Это, кстати, ну вот смотрите, даже вот маленького стаканчика. 100 миллилитров, а 450 горошек. То есть это занимает минут 10 времени, ну вот так перекладывая. Возникает, естественно, вопрос. А вот у всех такой результат 450? Да нет, конечно, кричат дети. Значит, конечно, различаются. В чем причина? У кого-то с горкой насыпалось. Кто-то вот постучал по столу, утрамбовалось. У кого-то недосып. Был небольшой. Кто-то вот 100 миллилитров, вот нашел риску 100 миллилитров, до нее досыпал. Конечно, разные. И вот впервые, и это правильно, сразу на первом занятии, мы понимаем, что есть вещи, на которые дать точный ответ просто невозможно. Потому что в следующую банку я насыплю следующую пачку гороха, на которой будет 900 грамм, кстати, там тоже плюс-минус, а скорее минус, чем плюс, отвешено. И там будет другое количество горошек. Потому что если в стаканчике по-разному, что принимаем в качестве результата? Ну, среднее значение, естественно. Это в пределах математического счета 5-6 класса. То есть мы для быстроты даже, для ускорения, потому что когда 15 детей, 15 пар сидит, мы в Excel вбиваем, среднее выводим. Раньше было 30, сейчас на две подгруппы. Когда я работала на своем курсе, у меня был полный зал. Там выход был через Excel посчитать. Вот они называли все свои результаты. И получается 465, остаток 13. Вот тоже интересный результат для обсуждения. Они же не знают дроби. Это мы с вами понимаем, что 13-15 можно округлить, можно отбросить. И в принципе 13-15 это какая-то недоделанная горошина, которая не доросла одним боком на две пятнадцатые до целой. Ребенок таких рассуждений взрослых не понимает. Пятый класс, дробей в полный рост не было. Они только начинаются. Можно интерпретировать по-разному. Первая и самая понятная интерпретация. Это означает, что у 13 столов, если пытаться разделить весь горох поровну, который у них по классу сейчас находится, будет 366 горошин в стакане, а на двух столах 365. Понятно, что на вопрос, а что мы возьмем в качестве значения среднего, если мы договариваемся, что побеждает большинство, тогда 466. Если мы говорим о том, что это какая-то часть, ну вот обломок, можно отбросить. Мы-то понимаем, что в пределах погрешности это допустимо поступить и так, и так. Вопрос, который уже прозвучал, когда мы голосовали за количество. Половинки как считать? Закономерный вопрос. Выбрасывать. Две половинки объединять в целые. Вообще не считать это за горох. Вот здесь есть повод поговорить с ребенком, с детьми о том, как мы это учитываем, какие варианты. И не такое вот, сказали поделить, я поделил, сказали посчитать, я посчитал. А есть повод задуматься, а что я делаю в процессе. Вот посмотрите, есть еще какие-то ситуации, которые не учтены. Есть повод задуматься. В итоге договариваемся либо выбросить эту половинку, эту часть, либо договариваемся, что 466, большинство, 13 пар победило над двумя оставшимися. Ну и теперь, собственно, кульминация. А сколько гороха-то в одной банке? 9 стаканчиков. Здесь тоже повод задуматься. Мы-то люди взрослые. Мы же понимаем, что стаканчик был 100 миллилитров, банка объявлена литровая. Куда стакан-то делся целый? Ну вот если вычерпывать, ну то есть брать и пересыпать. Насыпано сейчас в литровой банке горох. И дальше ты высыпал один стаканчик, высыпал второй. Вот так 9 ровно. Куда один-то съелся? Исчез. Вот так. Плотность. Ну вот да. Во-первых, литр у банки это не по край горлышка, а это по выпуклую часть. А во-вторых, когда мы насыпаем. Мы же насыпаем не по риске 100 миллилитров, мы же насыпаем поверх. Вот этот стаканчик-то и теряется. Насыпная плотность, она же сильно меняется от того, как мы опять же постучали, как мы утрамбовали, не утрамбовали. В результате получается 9 стаканчиков по 465 горошин, 4200. Это если свежий урожай. Через год усушка-утряска 4500 получается. Вот. Ну и теперь посмотрите на свои результаты. Ну и вот кто-то был близок. Ну вот пятью... Нет, пятью тысячами ближе. Ближе. 4200. Нет? Что? Ага. Ну вот так. Домашнее задание. Дети получают... Ну вот они делают вывод, они в рабочую тиражочку записали, 4200. Вот такая фронтальная работа была с индивидуальными элементами. Вот. Задаем вопрос. А почему при проведении эксперимента проводят несколько измерений? Да потому что результаты будут отличаться. Вы взяли горох из другой партии, другого производителя, по-другому посушенный, и у вас в банке помещается другое количество. И вот сразу, с первого раза становится понятно, что раз результаты измерения отличаются, то есть ошибка. не потому что мы измеряем плохо, не потому что мы не понимаем, что мы делаем, а потому что она в природе заложена. Вот бывают такие вот измерения, которые точно не воспроизвести. Вот. И слово погрешность является девизом после этого на протяжении вот всего последующего обучения. На дом дети получают задание привести аналогичный эксперимент, и вот тут-то мама пригождается. Вот. Востребован рис, фасоль. Дети есть смешленые, они понимают, что лучше фасоль брать, это те, которые побыстрее. А те, которые из интереса был ребенок, который, вы не поверите, сахарный песок посчитал. Вот. Но там меньшая мера была использована для меньшей меры. Понятно, что уже не стаканчик. Он хитро сделал. Значит, он высыпал ложку песка на бумагу, он все вот так вот разложил, аккуратненько утрамбовал, вот песчинка к песчинке. Значит, отделил квадрат со стороной сантиметр, в квадрате со стороной сантиметр пересчитал количество песчинок, вот их казалось около тысячи, вот. А потом вот через вот эту большую площадь посчитал слой, а потом посчитал. Значит, вот в одной чайной ложке там под миллиард. этих песчинок оказалось, вот сахарного, крупинок сахарного песка. Вот. А в банке вот в такой, я же даже и не возьмусь сказать, насколько много. Ну и вот несколько примеров того, как дети выполняют задание. Это то, что они в отчет вписывают. Мы просим их иногда вложить, вклеить в отчет. Есть дети, которым просто нравится красиво делать. Это хорошо, когда в пятом-шестом классе нравится аккуратно, красиво сделать, делать фотографии, распечатать. Там красочные совершенно. Я до сих пор храню некоторые работы. Вот. Вот, например, такие. Это вот как раз мы спросили, а как вот устроен глаз. Вот нам прямо рассказали. Вот часть работы, которую вы будете делать. Это круги Максвелла и Ньютона. И пример рабочих листов, с которыми они работают. Значит, работают они с распечатанными текстами, в которых есть пропуски в ключевых местах, которые дети заполняют либо во время эксперимента свои наблюдения. Гипотезу обязательно они сами вписывают. Что я предполагаю? Предполагается, что к концу обучения они чаще бьют в здравый смысл. И мы считаем, что цель достигнута. Вот. Выводы какие-то основные, если они ключевые, и мы потом знаем, что они должны будут работать на нас и в седьмом, и восьмом, и дальше классах. Мы с ними записываем. Вот. И в результате на занятии один рабочий лист мы отрабатываем. Здесь заложена вариативность. То есть можно формировать занятия, исходя из уровня детей. Это означает, что есть инвариантная часть, то есть которая раскрывает новый материал. И есть вариативная часть, которая направлена на закрепление и повторение изученного материала. Есть задания творческие, наблюдая исследующих сам. И есть задания, такие открытия, но совсем необычные. И в зависимости от того, какие дети к нам приходят, мы варьируем работу и с содержанием урока. Надо сказать, что у нас курс ведения физикой, он включен в общеобразовательную программу, как один учебный час за счет регионального компонента. А для детей из других школ, которые приходят к нам на кружки в дополнительное образование, для пятого и шестого класса мы предлагаем тот же самый курс, который называется уже «Профизика». И мы за два года обучаем и детей из обычных общеобразовательных школ. То есть вход на этот курс открытый. В Санкт-Петербурге, не только в Санкт-Петербурге, в Москве, в Казани, еще там в нескольких городах, этот курс ведется в школах разного уровня, в том числе в общеобразовательных. Результат один. Дети курс осваивают. Дети успешно справляются с контрольными работами, с контрольными заданиями. И в целом на выходе мы получаем очень позитивный опыт у детей сформированный. Они переходят в седьмой класс с горящими глазами. И когда мы начинаем с ними решать уже сложные задачи, там где в математике еще надо не ошибиться, там где какие-то вещи надо учить, сложно. Это позитивное чувство не уходит. Основная цель все-таки это пробудить интерес к изучению физики. Вот он не уходит до конца школы, и потом они в вузы поступают, в профильные. Некоторые темы не затрагиваются в курсе физики общеобразовательной школы. Например, аддитивное, субтрактивное сложение цветов. Мы о нем поговорим сегодня, второй части лекции. Дети, которые у нас с пятого класса обучаются, они приходят в одиннадцатой. Ведь тогда же волновая оптика, там вот теория света, вот это с этим складывается. Там вскользь говорится, если посмотреть на надпись, хорошо написанную зеленым карандашом, через красное стекло, какого цвета мы увидим надпись. Все, единственный вопрос про это. А детям же интересно? Детям же интересно, а как монитор устроен? А чем монитор отличается от сложения цветов вот на экране? А чем это отличается от смешения красок? И почему предметы, которые сами не излучают цвет, они разного цвета? И чем это отличается от тех цвет тел, которые сами излучают цвет? И они помнят. Причем, если им дать тот же самый тест, который они писали в пятом классе про смешение лучей, они говорят, да мы это знаем, сейчас проверим. Правда помнят, тут можно ничего не повторять, не ошибаются. Потому что понимание вот этого достигнуто. Понимание связано еще и с положительными эмоциями. Вот это вот я считаю основное и самое важное. Значит, чем уже нарастился этот курс? Ну вот преподаем мы его уже 8 лет. Первые выпускники этого курса уже перешли на третий курс вузов. Тренд образования — это онлайн-курсы, открытые курсы, массив-опен онлайн-курсы. И вот на платформе Лекториум одной из таких просветительских платформ был создан онлайн-курс «Физика без формул». Сейчас он доступен в варианте для детей в виде вот такой кружок по физике для инопланетян. Но название придумали продюсеры. Они думали, что на физику без формул не запишутся, а нужно что-то эдакое. С продюсерами сложно как-то беседовать. Ну им виднее, короче, как назвать. Но суть та же. Значит, есть курс, есть к этому курсу тестовые задания, есть проверочные задания, там накапливается исполнительская часть и четыре раздела. Вот в этом курсе представлено. Это измерение, механика, свет и вещество. Ну вот взяли самые такие наглядные, где можно что-то интересное, необычное и не входящее в курс общепризывательной школы показать. Ну, по крайней мере, то, как в курсе общепризывательной школы это не проходит. Предполагается, что к концу календарного года будет курс повышения квалификации для учителей. На той же платформе добавится методическая часть. Там будет больше рассказ про то, какие темы изучаются, как можно это все преподавать, какие-то отдельные нюансы. Ну, сейчас он в процессе изготовления. Вот этот курс доступен прямо сейчас онлайн. Можно зайти в интернет, записаться и поучаствовать. Там нет ограничений по возрасту. Вас не будут спрашивать, сколько вам лет. Вот практика показывает, что на онлайн-курсах занимаются от нуля и до самого преклонного возраста. И, в общем, сейчас на этом курсе 3000 человек. Я уже говорила, как этот курс встроен в нашу общеобразовательную программу. В качестве пропедактического курса ведения физику один час в неделю в программе и два часа в неделю. Ну, вот два часа, то есть это полтора астрономических часа для доп. образования. Вот. В итоге у детей накапливается положительный опыт экспериментирования. Они понимают, что надо делать, как надо наблюдать, как надо подмечать основные закономерности. Дальше они выходят в среднюю, старшую школу. И дальнейшее развитие заключается в том, что детям не только нравится экспериментировать, они умеют это делать. И дальше, если уж они почувствовали, что физика — это прямо их призвание, они участвуют по двум направлениям, могут реализовывать себя сразу в двух направлениях. Это, во-первых, разнообразные исследовательские проектные работы. И второе — это олимпиадное движение. Вот. В настоящий момент от простых экспериментов мы перешли к сложным проектным работам. У нас есть победители международных конкурсов. Вот. У нас есть дети, которые выступают и за рубежом, и очень успешно. Это всероссийские конкурсы, их логотипчики. Ну, вот узнаваемые. Давайте я похвалю. Это этот Кировский школьный учебно-научный турнир. Вот это логотип всероссийского ТЮФа. Вот. Это «Шаг в будущее» Бауманки. Это «Старт в науку» МФТИ. Турнир юных естествоиспытателей. Это вот младший брат. Вот это, младший брат вот этого. Он придуман для детей вот средней школы, а вот этот, ну, в основном, для старшеклассников девятый-одиннадцатый класс. Вот. Ну, а если олимпиады брать, тут хороший фундамент. Я не скажу, что это только благодаря курсу. Конечно, вот эти списки бесконечно победителей, призеров и всероссийских олимпиад, и международные есть олимпиады. Но в том числе этому. Потому что заложена хорошая позитивная база. И ведь если один ребенок чем-то интересуется, это один разговор. А когда всем детям интересно, вот это уже совсем другая история. То есть вот эта позитивная атмосфера, которая создается, вот она, конечно, играет свою роль. Ну и вот у нас уже есть выпускники. которые выпускаются из городского физического центра. Дальше они продолжают свое образование, поступают в ВУЗы, успешно учатся. Спасибо. Первая часть закончена. Какие будут вопросы? Вы говорили о внедрении курса в том числе в других регионах. Как это внедрение происходит? Это просто прилагается в учебниках, потом учителя там сами придумывают как-то есть, или полный комплект, там, ну, в технических литературе. Значит, вопрос был о том, каким образом происходит, каким образом в других регионах использует наш курс, если, ну, вот, доступно в издательстве только учебно-методическое пособие про физику для учителей, родителей, детей. Вот. Ответ такой. Значит, мы заключаем договор о сотрудничестве на безвозмездной основе между нашим 239-м лицеем и школой. Вот стандартный типовой договор. После того, как он подписан, просто по почте пересылают, скан. И этого достаточно. Вот. И договор о сохранении авторских прав, потому что договор с издательством заключается в том, что оно все еще не отдало авторские права на учебник. И сейчас готовится к изданию рабочей тетради для 5-6 класса вот, они в работе. Не скажу, когда выйдут. Нам бы хотелось, чтобы к сентябрю, но часть работы не от нас зависит. То есть они забрали и теперь, значит, дизайном занимаются. После этого мы высылаем, я высылаю вам все рабочие листы, по которым мы работаем в электронном виде и контрольные работы, которые мы используем. В дальнейшем вы к каждому занятию, к каждому ребенку распечатываете рабочий лист, ну и дальше работаете. Контрольные работы нравятся наши, берите, хотите составьте свои, вот, хотите используйте только инвариантную часть из рабочих листов, хотите полностью. В общем, дальше на ваше усмотрение, потому что договор об использовании в учебном процессе. Второй вопрос, значит, у нас в школе только один час в шестом классе, то есть не два года, а один год. Соответственно, возможно ли этот курс как-то урезать для одного года или он будет в логику потерять? Вопрос заключается в том, что если есть один час регионального компонента, и он существует только в шестом классе, в пятом классе нет, можно ли перекомпоновать курс так, чтобы он был продуктивен? Или это не имеет никакого смысла? Первый год, когда мы преподавали, предполагалось, что раз курс двухгодичный, значит, ну вот мы начинаем в пятом, и дальше в пятый, шестой. Наш директор удачно предложил мне секвестировать то, что я считаю ненужным, и оставить самый the best of пятый, шестой класс и провести шестой класс тоже. Я скажу, что опыт был удачный. Даже такая программа только для шестого класса, ну вот, в которой есть темы, которые бы интересно было бы включить и изучить, он существует. Для этого не надо менять рабочие листы, не надо менять контрольные работы, просто компонуется программа. Ну вот, опять же, можем ей поделиться. Ну, на наш вкус она скомпонована. Там свет, звук оставлен. Точно, измерения оставлены. Мне кажется, что вот еще там пятое, что-то по часам войдет, это уже на ваши смыслы. Можете… Можно на доске написать там почту? Да. Ну вот на сайте лицея 239.ру там есть форма обратной связи, там есть адрес лицейский, и он активный. То есть все, что написано, ну, например, адресовано мне, оно пересылается. Ну а так можно вот сюда. Сейчас, секунду, я подожду. Gmail.com. Вот, а можно вот напрямую написать, и я отвечу. Я хочу добавить, что вот в этом году там команда, которая была в ВЦ, именно пятиклассников, на всероссийском, не помещаясь в результате, была конструкция, но, наверное, со взрослыми ребятами. Что-то мне нравится. Был такое. Они даже себя не пояснируют, как юниор, они стали большими. По тематике мы похожи, да, по тематике мы похожи. Значит, вопрос о существующих программах. Ну, есть программа вот Гуревича, например, да, физика, химия. Есть программа Галины Николаевны Степановой, которая вот в Санкт-Петербурге, значит, уже там 20 лет, наверное, используется очень давно. Вот. Безусловно, мы вдохновлялись. Я вдохновлялась лучшими примерами. Я пересмотрела и перечитала множество пособий и учебных, и детских, и из разряда вот научные развлечения, и Перельман, и вот зарубежные издания, которые есть для детей. Основной недостаток развлекающих занятий – это то, что они не приведены в систему. То есть ты что-то поделал, у тебя получилось, и все. И дальше нету никакого продолжения. Ни идейного, ни образовательного. Вот. Галина Николаевна, вот, тема свет, звук, очень хороши. Но, вот, как мне кажется, опрокидывать программу шестого класса. Седьмой класс для детей тяжело. У нас тоже есть там одна маленькая глава, силам посвященная, в которой мы учим детей стрелочку рисовать, рядом буковку F подписывать. И на этом мы останавливаемся. Мы считаем, что вот в седьмом классе мы этого ребенка научим. И даже в седьмом классе еще стрелочек, F со стрелкой, вот эта палка со стрелкой – это еще несформированное понятие. Потому что для этого математики должны подключиться с понятием вектора. Скользящий, закрепленный. И вообще есть разница даже в этом. В той части, где заставляют детей решать задачи, вот эти вот сложные, повторяю, седьмой класс, возникает, вот у меня возникал всегда вопрос, а в седьмом-то классе что будем делать? Сложнее, чем эти задачи с детьми из общей образовательной школы или с детьми, которые не подготовлены заранее, не решить. То есть это же потолок. Например, если плотность, то это смеси и сплавы. А дальше-то что? А что мы в седьмом снова будем повторять? Непонятно. Я просто хочу добавить, что у Галины Николаевны всегда стала эту программу. Я первый год, мы экспериментальный класс, который 20 лет назад учился. Учились. С пятого класса. Куда не было еще ни учебников, ни фетрадей. Я хочу сказать, что если говорить о выпускниках своих, которые еще учатся в вузах, то мои ученики уже давно работают. Это очень много уровней, понимаете? Я по это время, как Галина Николаевна, ставлю пример. Галина Николаевна Степанова, она вообще была первой, вот она на прорыв пошла. Она сказала, что в пятом классе можно что-то с детьми делать, отличное от природоведения. Тогда еще не было окружающего мира. Она мне отзыв на мою диссертацию писала по школьному учебнику. Я защищалась. Логика, детективный подход, конструирование школьного учебника. Она была моим рецензентом. Ну, рецензентом, да, тогда. Так что я с очень большим уважением к ней отношусь. И она до сих пор работает в нашей академии. И всегда очень приятно с ней встретиться и пообщаться. Она очень в правильном направлении сориентировала учителей. Вот то, что сейчас это все уходит в неурочку, ну, фактически в дополнительное образование. Ну, наверное, это вот очередной поворот такой времени. Надеюсь, что это временное явление. Допустим, первое прямое измерение у нас было по отношению к гороху, к пачке горох. А вот если, допустим, дать задание, другие, другого характера, косвенные измерения, те же самые весы используют. Для измерения количества. Да. У нас... Значит, смотрите. Вопрос такой. А развитие темы измерения, каким образом идет. Я вкратце опишу. В пятом классе измерение длины. На втором занятии мы изготавливаем метр. Измеряем длину стола, свой рост. Дома единица мера аршин. Его древние русские меры. Мы сравниваем длину окружности с диаметром, ниточкой. Проводим серию измерений для разных диаметров. Ну, там условно 3, 6, 9 сантиметров. И выясняем, что длина окружности в три раза больше, чем диаметр. А точнее, в 22 седьмых. Это Архимед считал. А дальше мы рассказываем. Вот есть такое число. Это в шестом классе. Есть такое число, которое еще точнее выражает эту связь. Число Пифагора. Учим их измерять площадь. Фигуры неправильной формы через палетку. Какие-то элементы у них в начальной школе в принципе должны из этого были быть. Вот я так аккуратно скажу. Ведь в программе у них это было бы. Но когда получаешь в пятом классе... Я просто напомню, у нас отобранные дети. И когда на втором занятии просишь вырезать, начертить окружность, это они тоже должны уметь делать. Ладно, с этим еще мы как-то справляемся провернуть. Циркуль. А затем надо вырезать. Начинается история под названием Микеланджело. Отсеки все лишнее. Знаете, как дети режут? Вы думаете, так, как их должны были научить в начальной школе ножницы от себя и сдавливать лезвие ножницы, и поворачивать аккуратно фигурку? Ничего подобного. Вот так вот чик. Вот так вот чик. Вот так вот чик. Это методом последовательного приближения хорошо выводить длину окружности потом через многоугольник. И вот этот чик до тех пор, пока углов не станет так много, что вроде бы они слились в одну кашу, почиканную. Вот вторая цель — это инструментами научить их пользоваться. На втором занятии изготовления метра надо начертить квадрат со стороной 10 сантиметров. Вот мы, воспитанные на старых примерах, мы что будем делать? Мы же помним про экономию материалов. Мы же от угла 10 сантиметров отмерим, 10 сантиметров отмерим, потом поугольничку прямой угол начертим, и из угла отрежем квадрат, а потом его разделим на 10 полосок шириной 1 сантиметр, и будет нам метр разноцветный. Можно по-другому. Взять картонку, в центре намазать точку, от нее как-нибудь 10 сантиметров. После этого второй раз линейку приставлять, как-нибудь, чтобы было что-то похожее на прямой угол. После этого вторая вершина никогда не сойдется. После этого можно снова почикать и удивляться, где у меня еще остаток листа картона, из которого что-то надо еще сделать. Оказывается, по заданию, что принеси один лист картона, а он уже весь исчикан. Я по-другому не могу назвать. И оно не квадратное. И метр, когда состыкуется, идет не метровой, а вот такой вот линией. Мне кажется, что если в 5-6 классе с этим не побороться, то потом в 7 классе на теме механическое движение, когда мы чертим ось координатную и рассказываем, вот он движется вправо-влево, то мы будем получать следующее. Что надо нарисовать? Ось, говорите? Да вот так, через весь лист бумаги. Линейка не обязательно. А касательные к окружностям милое дело проводить. Господи, ну о чем вы? Значит, нужны касательные к двум окружностям? Да пожалуйста. Все. Получилось. Мы же договорились, что это окружности, а то прямые. Нет, может быть, для математики это и хорошо, что мы под любым нечто нарисованным в принципе понимаем, какими геометрическими свойствами эта штуковина обладает. Но согласитесь, для физики, которая является в том числе основой инженерной науки, вот так не годится. Ну вот, над этим тоже работаем. А вот вы сказали, что у вас 56 занятий, 118 часов. Нет, 118, нет, не часов 118, а работ разных. Но все это рассчитано на 128 часов в обществе. Почему? А, сейчас. 36, то есть 72. Да. На 7-4. Ну просто некоторые, значит, эксперименты, они просто коротенькие, мы делаем во время одного занятия там целую серию каких-то измерений. А вот дети, которые приходят из других школ, это платные для них курсы? Бесплатные. Все дополнительное образование в нашем лицее бесплатное. Авторская программа существует. Да, есть. Ее можно использовать как в урочной, так и во внеурочной деятельности. И вот многие школы Санкт-Петербурга, они берут это как внеурочку. А дети, которые занимаются у нас на кружках, мы им справку выписываем, что у них 2 часа внеурочной деятельности, они приносят школу, это им засчитывается. Переходим ко второй части. А, еще вопрос. Почему наша методическая наука не может состыковать математику с физикой? Это очень непростой философский вопрос. Ну что, трудно создать методиста, нормально, если философский вопрос. Почему мы должны потом подбирать, а какую он учил математику, и уже подстраиваться? Ну, давайте я отвечу так. Все-таки, когда создается программа по математике, я надеюсь, что психолого-возрастные особенности учитываются. То есть все-таки должно быть постепенное формирование математической культуры, в том числе и математических понятий. И это связано в том числе и с тем, как ребенок воспринимает окружающий мир. Потому что в дошкольном возрасте, в младшем школьном возрасте это конкретное восприятие предметов и явлений. И только постепенно, вот исследования дидактически показывают, что абстрактное мышление формируется постепенно. И вот разделение на алгебру и геометрию в седьмом классе оправдано по возрасту. Просто раньше не получится. Это как посадить цветок и дергать его. Он от этого быстрее расти не будет. Есть какие-то определенные природные ритмы и определенная скорость формирования этого мышления. Да, у некоторых детей это все происходит гораздо быстрее. Но у большинства есть определенная скорость формирования. Она в том числе связана и с тем укладом общества, в котором он живет. И мы этого переделать не сможем. Есть определенные методики, которые сложились не годами, а столетиями. Как учат умножать числа? Это тоже отдельная история. В разных странах по-разному. Он китайский метод нарисовал себе, плетеночку быстренько умножил, а мы в столбик умножаем или вычетами умножаем. По-другому. И вот без учета таких особенностей, наверное, тоже неправильно обвинять математиков во всех бедах, которые происходят. Ближайшие полтора часа. Что вас ждет? Зеленая аудитория, второй этаж, библиотека. Вы спускаетесь по лестнице, идете направо и доходите до зала, который называется «Зеленый». Наше практическое задание будет заключаться в следующем. Мы изучим всю главу «Свет». Будем работать в малых группах и группах сменного состава. Всего 7. В этой главе 7 занятий, соответственно, будет 7 групп. По 3-4 человека в каждом. Первые 25 минут я предложу вам поработать с рабочими листами и повыполнять задания, которые выполняют наши дети. Ну, с учетом того, что вы взрослые люди, а кроме того, вы предугадываете результат, который нужно в рабочем листе написать, в отличие от детей. Я урезала количество времени, которое отводится на выполнение этих заданий. Можно сделать все. Можно сделать только то, что вам нравится. Приготовлены приборы, материалы. Ну, собственно, вот это вот несложное оборудование. Лист картона, стаканчики и пластилин для того, чтобы выполнить не только основные задания из самого занятия, но и домашние задания, и дополнительные задания, которые там есть. Затем, поскольку мы же разделили с вами на 7 групп, и каждая проработала одну свою тему, вам будет в каждой группе будет отведено ровно 5 минут на то, чтобы выступить и доложить, что же у вас получилось. Самое простое — это прочитать то, как вы заполнили рабочий лист так, чтобы 6 оставшихся групп смогли записать себе, заполнить вот те же самые рабочие листы в нужной теме. И последняя часть — это проверочный тест, который тоже будет состоять из двух частей. Значит, первая часть — это аддитивное, субтрактивное сложение цветов. Об этом вот сейчас вам расскажу. А вторая часть — это, собственно, наша контрольная работа для пятого класса, которую вы и напишите быстро, успешно, на полный балл. И будет взаимная проверка. Вот. Вы поставите оценки своим товарищам. Все. Вот, собственно, такое занятие. Коротенькое. И тема свет. Давайте по основным моментам пройдемся. Я вам сейчас включу короткий 10-минутный ролик, который отснят на платформе «Лекториум», который сейчас в «Физике без формул» у нас выложен в первой части. Там основная суть того, как… Мы так и рассказываем детям про то, что Ньютон засиделся за работой, проснулся поздно на следующий день, когда уже сквозь ставни пробивался свет, и он посмотрел, что солнечные зайчики были на противоположной стене. Один зайчик был очень красив, и был раскрашен во все цвета радуги. Он присмотрелся, и на пути этот лучик проходил через бокал, и он решил поэкспериментировать с этим бокалом. Несколько дней он передвигал этот бокал, потом заменил его на призму, и увидел, что если убрать призму, этот солнечный зайчик будет белым, а если поставить вторую призму, то лучи снова сложатся и будут белым. Короче, вся эта история про аддитивное сложение лучей в этом 10-минутном ролике есть. И там же рассказана RGB-модель сложения лучей. После чего мы потренируемся, чтобы идеально написать тест про смешение лучей и красок, потренируемся с вами отвечать на вопросы про то, какого цвета мы будем видеть предметы и лучи. Так, сейчас мне нужно запустить ролик. Мы боимся еще выключиться. Кто-то испугается, кто-то обрадуется. Здравствуйте! Сегодня вы узнаете, что такое цвет и какого цвета солнце. Однажды молодой ученый Исаак Ньютон допоздно засиделся за решением научной задачи. На следующий день он проснулся поздно, уже был полдень. Через щели закрытых ставень пробивались солнечные лучи, которые падали на противоположную стену, и она была украшена веселыми солнечными зайчиками. Ученый обратил внимание на то, что один солнечный зайчик был особо красив, был раскрашен во все цвета радуги. Он присмотрелся повнимательнее и обнаружил, что лучик, от которого образовался цветной солнечный зайчик, на своем пути проходил через стеклянный бокал. Ньютон заменил бокал призмой и стал проводить опыты со светом. Он обнаружил, что если пропустить солнечный свет через призму, то на экране за призмой появится широкая многоцветная полоса, а если убрать призму, на экране снова будет белое пятно. Ньютон назвал эту цветную полосу спектром. Один край спектра всегда был красный. Красный цвет плавно переходил в оранжевый, оранжевый в желтый, желтый в зеленый, зеленый в голубой. Другой край спектра был синий и фиолетовый. После дождя в небе иногда можно увидеть радугу. Маленькие призмы, разлагающие белый свет в спектр, это капельки дождя, оставшиеся в воздухе. Так что уже в 17 веке Ньютон догадался, что свет солнца вовсе не белый, он только кажется белым. На самом деле белый свет состоит из разноцветных лучей. Когда они идут вместе, наши глаза их не различают в отдельности и воспринимают как белый. Но когда эта смесь лучей проходит через призму, то призма разбрасывает лучи разного цвета в стороны, и мы видим каждый цвет по отдельности. Ньютон не только разложил белый смешанный цвет на составные цвета, он проделал обратный опыт. Отдельные цветные лучи собрал призмой снова вместе, так что свет снова стал белым. И придумал такой опыт. Круг, разрисованный во все цвета радуги, быстро вращал вокруг оси. Вертящийся круг казался почти белым. Ньютон назвал красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовые цвета чистыми, так как их уже невозможно было разделить на другие цвета с помощью призмы. В XIX веке английский ученый Джеймс Клерк Максвелл догадался, что луч белого цвета можно получить смешением только трех лучей – красного, зеленого и синего. Их он назвал основными лучами. Если раскрасить круг в три основных цвета и быстро его вращать, то этот круг будет почти белым. При смешении двух основных лучей получаются дополнительные цвета – желтый, голубой, лиловый. Особенность нашего зрения такова, что чистый и желтый мы увидим, смешав красный и зеленый лучи, чистый и голубой смешав зеленый и синий лучи, а чистый и лиловый смешав красный и синий лучи. Такая модель смешения цветов называется аддитивной, потому что цвет получается путем добавления к черному основных лучей – красного, зеленого и синего. Эта модель получила аббревиатуру RGB по первым буквам английских слов – red, green и blue, что и означает – красный, зеленый и синий. При изготовлении красивых витражей применяют стекла разных цветов, то есть прозрачные предметы бывают разных цветов. Почему так происходит, можно понять на простом примере. Представьте, что вы едете по дороге, которая пересекает железнодорожные пути. Если по рельсам едет поезд, то шлагбаум опущен, машина стоит. Если путь свободен, шлагбаум поднят, машина едет дальше. Так вот, некоторые вещества пропускают лучи только одного цвета и не пропускают других цветов. Например, синее стекло пропускает синие лучи, но не пропускает красные и зеленые. Зеленое стекло пропускает зеленые лучи, но не пропускает красные и синие. Красное стекло пропускает красные лучи, но не пропускает зеленые и синие. Таким образом, цвет прозрачного предмета зависит от того, какие лучи оно пропускает через себя. Прозрачные предметы желтого цвета пропускают чистый желтый, а также красный и зеленый лучи. Голубые – чистый голубой, а также зеленый и синий. Лилового цвета – чистый лиловый, а также синий и красный. Аддитивная RGB-модель сложения лучей используется для создания цветного изображения на мониторе компьютера и экране телевизора. Если капнуть на экран маленькую каплю воды, получится самодельная лупа. В нее можно разглядеть, что весь экран состоит из маленьких ячеек, которые могут светиться красным, зеленым или синим цветом. Если светятся все три ячейки одновременно, лучи смешиваются, и эта часть экрана кажется белой. Если все три ячейки выключены, то эта часть экрана черная. В зависимости от яркости красного, зеленого и синего лучей будут получаться все промежуточные оттенки цвета. Так какого же цвета Солнце? Глядя на Солнце Земли, мы видим его желтым, а небо – голубым. Но если подняться над атмосферой, мы увидим, что Солнце белое. Как же так? Все просто. Синие лучи рассеивает небо, и небо мы видим голубым. А красные и зеленые лучи меньше рассеиваются атмосферой и попадают к нам в глаз. Красный плюс зеленый – это желтый. Поэтому, находясь на Земле, мы видим Солнце желтым. Ну что, давайте попробуем в этой RGB схеме поработать. Про ЦМИКовскую вы знаете, да? Про ЦМИК, три краски. Сейчас тогда коротенько поясню. Ну, то, как принтер печатает. Если смешать красный, зеленый и синюю краску, то получится грязно-коричневая. Это все художники знают. Надо смешивать голубую, желтую и лиловую. То есть то, что мы в RGB модели называем аддитивной. И то, что мы называем дополнительными лучами. Здесь нужно дополнительные цвета смешивать. Почему так? Потому что краски и вообще окрашенные предметы, не самые светящиеся, они светят отраженным светом. Как формируется цвет, не светящийся предмет? Раз он светит отраженным светом, значит, вот эта зеленая доска. Почему зеленая? На нее уже падают лучи всех трех цветов. Красный, зеленый, синий. А она у нас выглядит зеленая. Потому что к нам в глаз попадают только зеленые лучи. Что происходит с красными и синими лучами? Вещество его поглощает. Можно привести такой живой пример. Вот вы пришли в ресторан со шведским столом, и перед вами разные-разнообразные кушения. Но вы все равно все не будете есть. Что-то вам нравится, что-то не нравится. Мы детям рассказываем. Вещества какие-то, значит, лучи в кавычках едят, то есть поглощают. А какие-то отбрасывают от себя, то есть отражают. И вот цвет предмета несамосветящегося, который светит отражаемый свет, зависит от того, какие лучи он от себя отбрасывает. Если цвет желтый, то это значит, что он красные и зеленые лучи отразил, а синий поглотил. И вот цветовая модель ЦМИК, которую печатают в полиграфии, и на которой работает цветной принтер. Это как раз три основные краски. Голубая, желтая, лиловая. И дополнительный черный. Ну вот black в этой аббревиатуре K на конце. Чтобы не спутать с blue синий, который был в аддитивной модели. Вот получается такая модель. Ну и, соответственно, достаточно видеть перед собой аддитивную и субтрактивную модели сложения лучей, чтобы понимать, а что же мы будем видеть при освещении предмета лучами какого-то определенного цвета. Это, кстати, используется в театрах, в декорациях. Ведь там же прожекторы разноцветные. И как раз меняя сочетание вот этих вот лучей, которыми освещают сцену, можно получать разнообразные оттенки декораций и играть цветом. То же самое с цирковой ареной. Вы приготовились уже? Это первый вопрос. Какой цвет получится при смешении красного и зеленого лучей? Здесь у меня заготовлена подсказка. Мы даже сейчас это проверим. Значит, это лиловый лазер. Так. Ну, да, сиреневый. Так. Ага. Вот зеленый лучик. И вот красный. Чтобы вы не сомневались, сейчас мы попробуем совместить их в одной точке экрана. И эта точка желтая, действительно. Все работает. С ответом на первый вопрос мы справились. Вопрос номер два. Какой свет? Здесь важно, свет или цвет. Светом мы аддитивную модель называем, цветом субтрактивную. Получится при смешении красного и голубого лучей? Или это? Ну, вы запишите или запомните. Сейчас проверим. Какой свет получится при пропускании зеленых лучей через красное стекло? А есть разве такой черный луч? Луча нет. А света никакого? Какой свет получится при пропускании зеленых лучей через голубое стекло? Какой цвет получится при смешении красный и зеленый красок? Красок. Грязно-коричневый. И последний вопрос. Какой цвет получится при смешении желтый и голубой красок? Проверяйте. Ну и теперь на закрепление. Сейчас, давайте вернемся. Какой вопрос? Вот. Смотрите, что значит, что мы стекло видим голубым в проходящем белом свете? Это означает, что она пропускает чистый голубой из спектра, а также пропустив через себя зеленый и синий лучи, которые попадут к нам в глаз, мы увидим его голубым. Вот. У нас же рецепторы реагируют всего на три частоты света. Вот. На три диапазона. Раз мы видим, раз стекло голубое, значит, оно пропускает чистый голубой, а также зеленый и синий лучи. Если на него направить зеленый луч, то зеленый луч и пройдет. Вот. Значит, какого цвета мы увидим это стекло со стороны приходящего света? Зеленым. Может ли быть такой материал, который пропускает только чистый голубой? Или, допустим, голубой луч чистой череды пройдет, а зеленый нет? Может, только давай, давай, давай. Нет, но здесь же чистый спектр, чистый голубой. Ну, да. Мы думали, что такие опыты делали. Цвет будет где-то оранжевый. То есть, как оранжевый сок встать, но... Ну, вот говорят, что существуют такие светофильмы. Вот на чистый цвет только, который работает, да? Недавно. Совсем недавно, да? Сгенерировали. Коллеги, да, оказывается, есть. Это достижение недавнего времени. На закрепление, и все, и расходимся. Какие лучи надо смешать, чтобы получить голубой свет? Молодцы. Какой свет получится при смешении синего и желтого лучей? Какой свет получится при пропускании голубых лучей через красное стекло? Какой свет получится при пропускании желтых лучей через зеленое стекло? Какие краски надо смешать, чтобы получить синий цвет? Лист картона красного цвета, сосредоточились, осветились синими лучами, какого цвета мы будем видеть лист? Молодцы. Значит, встречаемся в зеленой аудитории. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok